Привет, друзья! Привет, Event Rules! У нас сегодня нестандартный выпуск, карантинный выпуск. Мы долго сопротивлялись, долго ждали, не выходили в люди, но устали мы вас мучить нашим молчанием. Поэтому мы сегодня решили узнать, какая ситуация на рынке труда, ивент рынке. И у нас сегодня такой универсальный гость Павел Ковчег, фаундер компании HR Partners и также по совместительству известный ведущий. Да, нестандартная такая комбинация получилась. Интересно, этот выпуск будет интересен как HR-ом, владельцем компании, так же и ведущим. Я надеюсь, тоже мы у тебя что-то интересное узнаем. Без проблем. Отлично. Тогда погнали. Привет еще раз поближе. Привет. Не переключайтесь, подписывайтесь на наш канал, и мы полетели. Ну что, расскажи, как проходит твой карантин, чем занимаешься, если появились какие-то новые привычки или антипривычки? Ну, карантин проходит очень динамично, потому что ивент индустрия, она сама по себе немножко пошатнулась. И я думаю, что она реанимироваться будет очень нескоро. Вот, и я очень сильно достал все свои скиллы предпринимателя. Не каждый знает в ивент индустрии, что я умею строить компании, и умею нести риски, умею формировать команды. И во время вот карантина, честно, я в самом начале начал думать, чем, как я буду выходить с карантина. То есть, потому что, там, например, наш проект радиостанции Европа Плюс, где я являюсь там партнером, он, ну, то есть рекламными услугами будут пользоваться очень мало, ивент услугами будут пользоваться очень мало, и я сразу же, как предприниматель, раскинул себе антикризисного менеджера. Антикризисного менеджера я включил, да, я раскинул все свои сильные, слабые стороны, понял, чем я могу быть полезен этому миру, да, людям. И совместно с партнером, Екатерина, мы прорисовали новую модель компании, упаковали ее и назвали ее HR-партнер, и направляем ее на решение более собственников по построению и формированию сильных команд. Ну, я знаю, эта компания уже много лет на рынке, то есть вы сейчас некий ребрединг провели? Мы в таком формате с Катей сотрудничали, скажем так, не в формате компании больше, а в формате такого аутсорса, вот, и я обращался к ней там по построению команд, мы совместно решали какие-то вопросы, потому что я, как предприниматель, запускал какие-то проекты, они где-то стартовали успешно, на каком-то моменте они терялись, я очень сильно хотел инфобизнес поднять и в прошлом году активно строил там два проекта по инфобизнесу, и они не взлетели, и сейчас мы просто объединились, плотно уплотнились вместе, сформировали всю структуру компании, занимаемся сейчас плотной упаковкой и ее продвижением. Спасибо, что пригласил. Спасибо, что пришел. Так в чем основная специализация, чем можете быть полезны? Мы, я говорю изнутри, как предприниматель, как управленец, я точно знаю боль кадров, да, и я точно понял, что в своей предпринимательской деятельности, что кадры очень много решают, то есть, например, есть идея, да, есть даже на нее финансирование, но не всегда правильно, но не всегда это все взлетает, то есть идея не взлетает по причине того, что неправильно сформирована команда, она не мотивирована, и даже иногда сильная команда не способна тоже с финансированием, с неплохой идеей взлететь, потому что отсутствует внутренняя мотивация. Я так понимаю, база резюме сейчас пополнилась? Да, сейчас база резюме сильно растет, и это такой, я хоть и говорю это с улыбкой, но мы просто позитивно настроены на то, что потом можно будет этим воспользоваться, во благо других компаний, действительно, те компании, которые вот обладают сейчас ресурсом и ростом, они могут выгребать с рынка лучшие кадры. Ну, а, кстати, а есть уже кто пользуется этой ситуацией, то есть идет на опережение, то есть где-то сокращается, кто-то уже сразу понимает, начинает себя подбирать персонал наперед? Да, 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 компании, которые, ну, то есть, которые активно растут, вот, и у которых есть финансовое планирование и хороший запас бюджета, они как раз вот... Остались еще такие. Да, 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 ты знаешь, они просто, вот, ивент-индустрия, она совсем другая, да, и там, ну, финансовое планирование, как правило, в ивент-индустрии, оно более слабое, ну, то есть, там, творчество присутствует, а творческие люди, они немножко, ну, в большинстве случаев планируют здесь и сейчас, ну, вот, я говорю тоже из рынка. А такие системные крупные компании, вот, у которых есть фондовые резервы, у которых есть акционеры, у которых есть высокая маржинальность, у которых есть системный клиент постоянный, там, да, сейчас они могут очень круто пересмотреть свою команду и заново построить более... И как ты думаешь, насколько рынок труда обесценится, то есть, сколько, там, не знаю, на 20-30% зарплату понизится, либо 50, либо так и останутся? Тут, я думаю, что из-за того, что огромное количество трудовых резервов, безусловно, цена должна на это упасть, это как любой... То есть, люди это как продукт, грубо говоря, да, мы с тобой какой-то продукт, который несет ценность. Если предложений очень много, то, естественно, и выбор большой. Если ты узкоспециализированный специалист, который на рынке, за которым хантятся, там, конечно, там, твой прайс, он останется прежним, и тут тоже как договоришься. Но если мы говорим такой обычный, скажем так, простой запрос по кадровой, он может варьироваться, там, от 10% и выше процентов в зависимости от ниши. То есть, так точно прямо сказать нельзя. Понятно. А какие твои прогнозы по ивент-рынку? Ивент-рынок, я думаю, что он сильно зависит от финансовой стабильности вообще страны, потому что ивент-индустрия – это всегда развлекаловка, это последнее, на что тратят люди деньги, ну, в большинстве случаев. И даже компании, у них всегда есть предлог сказать, ребята, кризис, извините, мы не будем проводить корпоратив, извините там. Поэтому ивент-рынок, я думаю, в этом году, вот, прямо он сильно просядет. И даже те, кто прогнозирует, что Новый год будет, там, как-то компенсирует, может быть, я лично делю эту всю цифру на два. То есть, те компании, которые, например, грубо говоря, в Новый год зарабатывали, ну, к примеру, 20 тысяч долларов чистой прибыли, вот, надо ориентироваться на 8-10. Ну, а как насчет мотивации персонала? То есть, я думаю, за время карантина мотивация у многих так подупала, и уже нужно как-то понимать, может, будет всплеск тимбилдингов или каких-то командообразующих мероприятий. Ну, смотри, как сейчас компании, которые на плаву и работают, они создают игры, например, для детей, чтобы их дети были заняты, не отвлекали родителей, там, от рабочих процессов. Безусловно, если нету таких ресурсов, прямо вот таких вот решений, да, все сидят дома, они приуныли, просто это, например, интервью через Zoom или митинги какие-то, они тоже приедаются, и там нету сильного обмена энергии, и они спадают, тимбилдинги, они будут исходить из возможностей, да, это финансы. И опять-таки мы возвращаемся к тем резервам. Если их нету, если слабая компания, ну, им просто нечего, им лучше направить усилия на маркетинг, им лучше направить на трудовые резервы или просто ребятам дать по 500 гривен сверху и сказать, слушайте, извините, мы не будем, мы вам вот просто по 500 сейчас можем, и они закроют свою продуктовую корзину, вот это будет лучший тимбилдинг в моем понимании как управленца, если у меня недостаточно финансирования, да, и это будет намного лучше для ребят, чем сделать праздник. Плюс сейчас в карантин делать праздник вот чисто с психологической точки зрения нету настроя. И праздник, и тимбилдинг — разные вещи. Можно сделать и какую-то активность объединяющую, не знаю, в горы пойти, можно на яхтах поплавать на свежем воздухе, не обязательно пьянки же устраивать. Да, если, ну просто у нас в большинстве случаев именно, все равно в компании там обязательно в конце присутствует алкоголь, какая-то интертеймент, то есть все равно по факту все хотят танцевать и плясать, и все остальное. То есть такой сухой тимбилдинг, типа, ребята, давайте поднимемся на Эверест и обратно, и, ну это очень малый, малый процент. Ну, есть такие, уже тренд меняется. Меняется, ну, например, карантина, например, есть повод поменять. Например, есть такая компания Epicure, они преследуют, может быть, ты слышал, да? Вот, они преследуют тренд, то есть спорт, спорт, спорт. Но, во-первых, это нужно всех подобрать спортивных. Вот давай честно, ты каждый день отжимаешься, приседаешь, ну, то есть через день, ну, то есть у тебя, ну, честно, да, через день. У меня сейчас челлендж 100 отжиманий. Ну, вот у тебя такая пошла, но ты не делал это системно, ну, окей, ты запустил эту инерцию, но представь, возьми свое окружение, все ли они занимаются каждый день спортом, есть ли у них эта культура, нету. И, соответственно, когда ты нагружаешь это в компании, это ты сам понимаешь, ну, не всегда есть хорошо. Поэтому делают все тембилдинги, и ты, как ивент-организатор, например, твоя задача попасть в, ну, вот, во вкусовые качества всех сотрудников. И вот в связи с этим у меня возникает вопрос, как подобрать именно ту команду, которая будет поддерживать тебя, все твои гениальные идеи, идти с тобой в унисон, то есть такой вот корпоративный командный дух. То есть это выращивается в процессе, либо это все зависит от правильного подбора персонала? То есть на что вы обращаете, когда вот подбираете персонал для своих клиентов? Ну, как я, как предприниматель, себе это раскладываю, и я думаю, что так большинство должен правильный предприниматель там себе честно говорить. То есть первое, это нужно критическим мышлением оценивать свой продукт, его маржинальность и долю на рынке. То есть невозможно просто, очень часто на начальном этапе там, или же там даже, может быть, в процессе, когда даже рынок поменялся, у людей остаются ожидания того, что этот рынок будет вернется, поменяется, опять вернется то старое финансирование, или наоборот, вот с нуля мы сейчас заработаем тут много. То есть нужно понимать, что команда строится с прибыли, мотивируется с прибыли, переформатируется тоже с прибыли. И насколько в компании сильный финансовый иммунитет, насколько правильно собственник умеет прогнозировать маржинальность, умеет правильно конкурентную стратегию планировать, исходя из всех вот этих компонентов, формируется вот сильная или не сильная или слабая команда. Потому что сильные резервы, они ценные на рынке, их чек по-любому высокий, он растет. Приравниваем это к ивентам, да. Хороший, дорогой ведущий, он может быть сильным партнером у организатора, где нужно подтянуть что-то, какой-то вытянуть форс-мажор, где-то переориентироваться, где-то даже если, ну, то есть, и такие ребят... Сори, перебив, давай тогда перефоритируем, какими навыками должен обладать хороший ведущий, и потом тогда переформулируем, какими навыками должен быть хороший. Хорошо, навык, ну, служащий, как и в любом трудовом резерве или там в любой специфике, у каждого должен обладать своими навыками. Если это ведущий, задача ведущего это создавать атмосферу и задавать определенный темпоритм, созданный организаторами, либо созданный отдельно им только, да. Ну, то есть, есть определенная режиссура мероприятия, комедия, да, мы берем комедию, и там есть определенная задача этой комедии, чтобы в конце кто-то это посмотрит, у него было хорошее настроение, он посмеялся, эндорфины пошли, все остальное. Вот профессиональный ведущий, он обязан просто это делать. Какие у него должны быть скиллы, но он должен быть классным импровизатором, он должен быть образованной личностью, он должен быть характерным, потому что если он будет очень мягким, и таким вот, его не будет цеплять, да, то есть, он должен быть сильным, ну, таким вот, реально напористым, сильным, интересным человеком, который способен пробивать нашу публику, в актерском мастерстве есть такое понятие, ты должен пробить публику. Ну, то есть, не пробить, а вот именно, да, пробить их настроение, поднять их, заставить, наш преподаватель еще говорил, ты должен заставить публику работать на тебя. Вообще, очень классный у тебя вопрос этот, Вот действительно можно определенные скиллы приравнять с ведущим и с другими, например, сотрудниками. То есть ведущий, скажем так, это человек, который проецирует определенную энергию, горящий глаз, на который идут люди. И, соответственно, когда любой сотрудник берет вот этот принцип, когда он с горящим глазом подходит к любой задаче, когда он проявляет инициативу, когда он вокруг себя создает какую-то атмосферу рабочую, даже иногда не обязательно, чтобы он обладал суперпрофессиональными хардскилами, какими-то навыками, они развиваются и компании понимают, что институты не готовят трудовые резервы и они сами обучают. То есть у нас тоже же компания, мы, например, наших менеджеров по продажам, мы берем с институтов и мы реально их готовим. Мы тоже, у нас Академия ивент менеджмента, мы тоже обучаем. То есть ты понимаешь, что мы, это наша зона ответственности. И мы обращаем внимание на горящий глаз и на правильные, просто жизненные базовые ценности. То есть если человек такой open mind, позитивный, классный, открытый, он хочет, и он понимает плюс-минус, что там общаясь с тобой или там в той компании, в которой есть перспектива, прорисованная перспектива, в которой есть правильное управление, с сильной энергией, там они могут как-то по-любому получить какой-то плюс. Ну то есть и ты, и я мы можем подтвердить, что те люди, которые с нами общались и прошли какой-то путь, если они честно себе признаются и посмотрят, ну точно они выиграли с этого, с этого знакомства, с этого периода. Пусть это месяц, два, три, полгода, год или там три года, неважно. Поэтому самый главный принцип это горящий глаз и базовые хорошие навыки жизни. Подбираем персонал по горящему глазу, по одному. Главное, чтобы хотя бы один глаз горел. Нет, лучше два. Лучше два. Как вот выявить, насколько он сильно горит глаз? У вас есть какие-то там методы? Вы только подбором персонала занимаетесь? Либо еще как-то консультируете, какие еще там услуги делать? Вы являете горящие глаза там сканером каким-то или у вас есть там какие-то специальные тесты, там иголки под пальцами? Ну, например, вот Катя, которая является кофаундером в нашей компании, она как раз курирует полностью всю HR структуру. Мы оцениваем перед тем, как мы, например, выдаем кадр какой-то по запросу, мы выдаем это компании, безусловно, мы проводим какой-то аудит. Это абсолютно разные инструменты по разным сотрудникам. Иногда достаточно просто схантить и все, и вот говорить, вот это крутой кадровый резерв, потому что он уже выдает результат. Понимаешь? А по ценностям? Ну, бывает крутой специалист, ну, я тоже неоднократно встречал, есть реально опытный красавчик, там, резюме, портфолио просто огонь. Но пообщавшись с этим человеком, понимаем, по ценностям просто друг к другу не сходимся, как бы какой бы он крутой ни был, мы через месяц-два с ним разойдемся. Смотри, если мы говорим о хантинге, хантинг происходит не в лоб, он не говорит, тут на тысячу долларов дороже, иди сюда. Нет, он как раз заходится очень плавно и греется. То есть, как и на мероприятиях, грубо говоря, это чистой воды психология. Нужно разогреть интерес и повернуть голову, да, там, человека, он смотрел сюда, а его нужно плавно развернуть в другую сторону и заинтересовать и сказать, слушай, здесь для тебя может быть интересней, рассмотри. Соответственно, это плавный прогрев и там тоже предварительно оцениваются коммуникационные качества, то есть, эмоциональный интеллект, коммуникационный интеллект и так далее. Поэтому, ну, если мы говорим о таком вот хантинге, то он тоже делается правильно. А если уже человек вот такой, как ты говоришь, просто с резюме, вот он, тогда, конечно, ты говоришь, да, классное резюме, а почему ты ушел даже, вот, и он, то, как он тебе отвечает или просто какими-то коммуникационными инструментами, он дает тебе понятие, он твой вообще или нет. Я все-таки не понял, каким образом выявить, насколько человек красавчик, есть ли какие-то у вас там новые технологии. Мы лично проводим в компании уже наших сотрудников, которые у нас там работают. Хорошо, я тебе просто приведу пример, например, мы выбираем, ну, надо точечный какой-то пример. Например, мы выбираем SEO, да, то есть человек, который занимается развитием компании, полностью управлением всей структурой, да. То есть это большая зона ответственности. И здесь первое, нужно понимать его опыт, то есть действительно, ну, то есть его провести аудит его опыта, не нарисованы ли это резюме, грубо говоря. Мы сейчас идем по пессимистическому раскладу. Второе, нужно понимать его сильные стороны и слабые стороны, то есть это действительно нужно, выявить, какие инструменты позволяют это выявить сначала, например, на удаленке, да. Ну, вот классное резюме, все. Что первое делается? Составляется нашими специалистами, HR-специалистами, шаблонная специальная под клиента уже мы там переделываем, у нас есть шаблон, мы под клиента его переделываем, тестовое задание, в котором мы делаем предварительную оценку его навыков. Как он решает микрозадачи, как он решает макрозадачи, как он должен выйти с этой ситуации. То есть там, грубо говоря, как в школе задача, да, там один плюс один сколько будет, вот похожие, схожие задачи, их может быть там порядка 10, 15, 20, там в зависимости от тех целей, которые мы преследуем. И вот он решает, и то, как он решает их, определяет силу его компетенции. Например, в MBA, я вот учился в MBA, и там даже нам давали такие задачи. Вот представь, сидит огромное количество собственников, управленцев, там 40 человек. И дается задание, очень простое на самом деле, но оно запутано так, что, и подано так, что каждый принимает решение, ну, в меру своих привычек. Вот как они будут решать это. И вот представь, задача решается за 30 секунд. Я признаюсь, честно, я решил где-то секунд за 45-50, вот до минуты я решил. Причем я посмотрел на задачу, она была подана настолько сложно, а задача простая. И я посмотрел, думаю, зачем они так подали ее сложно, задача-то простая. Ну, грубо говоря, 3 плюс 3 поделить еще на 2, да. Я ее быстренько решил с командой, то есть я делегировал правильно, и мы ее решили за минуту. А другие, не поверишь. Только что было 45 секунд. Слушай, ну, до минуты, до минуты. Ну, я там с секундомером не сидел, и это было полтора года назад. Честно, я, ну, так вот прям, я этим не пипчусь, как с дачком. Просто ты меня навел на эту мысль, я просто как пример хороший вспоминаю. А остальные их решали 25 минут. Некоторые вообще не решили. А задача простая. И теперь мы приравниваем это в компании. Представь, когда там, например, сидит управленец, и от собственника, либо просто там топ-менеджер, от CEO, топ-менеджеру поступает задача. И он, вместо того, чтобы ее быстро решить и легко, он ее решает, ты понимаешь? Задал бывает собственника. Он просто ее даже может, он просто ее решает вот так вот, через, ну, ты понимаешь, да? То есть это как, потому что он не обладает определенными скиллами. И мы вот эту вот историю, мы всю структуру вот таким образом мы проводим аудит. То есть это не детектор лжи, это не какой-то оцифрованной истории. Нет, это просто правильно подобранные вопросы, правильно подобранные задачки, в которых мы понимаем психологию человека, понимаем его хардскил и софтскил. Интересно. Кстати, как ты свой опыт ивентера, ведущего, как-то применяешь в этой сфере? Какие-то навыки пригодились? Да, конечно. Я не буду скрывать. Во-первых, мне очень легко даются публичные выступления. Дальше я знаю, как правильно наполнять команду энергией. И мне очень сильно помогает ресурс мой. То есть я как ведущий, да, я постоянно должен быть в сильном ресурсе. Иногда у нас в какой-то момент, когда я совмещал, например, и предпринимательскую деятельность, и ведущим, мне приходилось очень сильно аккумулироваться для того, чтобы успевать и там выдать энергию, и там. Ну вот я вставал, встаю в 5 утра и мог по ивенту закончить, например, в 12, потом пока туда сюда доеду, лягу в 2, подъем опять-таки, там уже пусть будет в 6, в 7 впритык, там еду в офис, и надо мне быть целый день продуктивным, потому что встречи и потом еще, например, эфир. То есть и вот это вот, скажем так, актерский подход, когда ты должен быть как управленец, как ведущий, не знаю, всегда в хорошем настроении, правильно, всегда в тонусе, да, просто всегда парень молодец, вот эта история очень хорошо срабатывает. Ну, кстати, интересно, как вот удается поддерживать в себе этот стержень, эту энергию, не знаю, там какие-то, то есть это все изнутри, или какие-то допинги, какие-то там, медитации, спорт, чем заряжаешься? Ты знаешь, ну, первое, это вопрос очень простой. Вот как содержать машину, автомобиль в хорошем состоянии? Ее нужно просто правильно поддерживать и не ездить с ней, не входить на ней в поворотах, да, на большой скорости. Ну, так в 5 утра, а потом в 2 ночи, это не совсем правильный такой режим. Восстановление витамины, спорт, отсутствие алкоголя, глубина сна, правильно подготовка ко сну, то есть нельзя в 2 часа поесть и лечь спать, то есть никакой еды после 11, там, 10, если ты ложишься уже так, то есть за 3 часа, то есть обычная, самая базовая история по хорошей организации своего организма. Так, хорошо, но все-таки у нас антикризисный выпуск. Какие у тебя антикризисные рекомендации для собственников, возможно, там, для ивентеров, или, там, для других компаний, как себя вести в этой ситуации, что делать с персоналом? Ну, первое, я исхожу точно так же из своего опыта и своих решений. Безусловно, нужно пересмотреть вот именно сейчас, если было сильное падение, там, определенные ниши, категории, да, первое, нужно пересмотреть перспективность этого направления. Вот как раз сейчас мы оказались, грубо говоря, в точке ноль, да. Мы сейчас не говорим о тех компаниях, которые сейчас взлетели, да, мы говорим о тех компаниях, у которых определенные возникли проблемы. То есть нужно посмотреть, из-за чего они возникли. То есть, грубо говоря, если рестораны, они, там, в какой-то момент, они будут восстанавливаться, и все захотят вот такого микропраздника, да, то, по идее, они, там, с мелким чеком, они более-менее быстро должны начинать хоть как-то оживать. То, например, рекламные какие-то услуги или еще что-то, они будут, ивенты те же, они будут очень слабо выходить в активную фазу. Поэтому, первое, надо пересмотреть антикризисное решение, это пересмотреть свое направление, нишу и долю рынка. Очень многими смотрят на долю рынка, то есть они пытаются взять деньги там, где их очень мало, вот. Второе, нужно посмотреть как раз вот в кризисную ситуацию на свою команду. То есть спокойно просто провести свой личный такой аудит по тем кадровым резервам, по тем сотрудникам, по своей команде, насколько она была, есть и остается мотивированной, сильной, какой она эффективность и ценность несет, как они отреагировали на падение, на их эмоциональное состояние. И задать себе вопрос, хотели бы ли вы с ними продолжить это направление и с этими ребятами. Или, грубо говоря, начать с нуля. Или вообще, да, направление, например, ок, а вот с ребятами что-то я вообще не уверен, можно оптимизировать, а оказалось, что вот я, например, администратора вынес на аутсорс, например. То есть мне не нужен, я понял, ну я, правда, давно это понял, но тем не менее некоторые могут сейчас пересмотреть, что какие-то оптимизации затрат вынести на аутсорс, что-то высвободить, что-то отрезать, где-то усилиться. Возможно, как раз вместо большого штата людей, я сам допускал, как управленец, эту ошибку. То есть я разгонял свой отдел продаж до 16 человек, не подкрепив правильно это системой. И получилось, что у меня произошел сильный кассовый разрыв. Возможно, компании приблизительно вот так вот могут посмотреть на какие-то свои операционные... Пройти по узким местам. Процессам, да, и понять, насколько это было эффективно или нет, насколько ребята были сильные или нет. И в рамках этого с нуля перестроить полностью. Знаешь, как дом сломался, грубо говоря, ты плюс-минус уже знаешь шероховатости, ты заново выстраиваешь, но по новому проекту более рентабельному, более оптимизированному. Окей. Каких ошибок, возможно, можно избежать как собственнику бизнеса? На что обратить внимание? Ошибки... Как успешно запускать новое направление? Слушай, ну тут, если бы я 100% знал, как супер успешное направление запускать, наверное, я был бы уже мультимиллионером. Все исходит из количества ошибок и опыта, безусловно. И я не скажу ничего нового, что нужно реально формировать сильную команду, которая подскажет. Вот подскажет. Даже иногда один человек в сотруднике, хороший, например, project manager или хороший CEO, он может, если там собственник правильно открыт, он может просто даже подсказать, что, слушай, это направление, эту компанию надо вообще продавать. Вот сейчас продавать нужно. А вот здесь наши навыки могут быть применимы, давай уходить сюда. Вот поэтому... Ну вот это просто исходит от опыта и умения увидеть ту или иную ситуацию. Потому что действительно мы с тобой в одинаковых, да, все мы люди в одинаковых позициях. Но кто-то за счет своего видения, своего опыта видит более богатую историю, а кто-то ее вообще не видит. Вот поэтому самое главное, это реально позитивное мышление. Вот позитивное мышление и огонек, страсть к жизни, страсть к тому, чтобы что-то, знаешь, что-то создать. А как HR-партнер может быть полезен ивент рынку? Ивент рынку, ну, в кадровом. Сейчас никак, да? После кризиса, возможно, да? Сейчас такая история, что ивент рынку тут задача выжить, наверное, да. Но каждый исходит, я же подчеркнул, что каждый исходит из своих фондовых резервов и задач. То есть я знаю, что буквально мы же там недавно обсуждали крупная компания на ивент рынке, и у них сейчас сокращения идут. Но когда будет реанимация полностью, в какой-то момент они сами не знают, то есть это конференция, конференция более, может быть, живой рынок, они... Если они смогут вернуть старых ребят, тогда им не нужен HR-партнер. Если они могут... Не смогут самостоятельно вернуть, но у них нет времени на то, чтобы заниматься поиском, тогда мы, как компания по аутсорсу, по подбору персонала, по формированию, мы можем отдел маркетинга построить, закрыть под ключ, мы можем отдел продаж построить под ключ, закрыть, мы можем подобрать просто каких-то специалистов. То есть помимо подбора вы можете полностью выстроить систему, правильно я понимаю? Да, полностью выстроить команду. То есть вот, я же говорю, если нужен отдел продаж, мы можем его полностью собрать. И это не... Ну, если мы говорим о ивент-рынке, это плюс-минус, возможно, более. И те области, на которые стоит обратить внимание. Очень многие ивент-компании, они не... Не системные. Не системные, и они не строят отделы продаж маркетинга. Они относятся к нашей компании. Молодцы. Ты уже проходил эти були, ты спотыкался. Согласен, ты это делаешь. Почему? Потому что ты понял свои ошибки. Надоело биться в... Как это? Возьми те же ошибки. Смотри, ты достал деньги, тебе пришлось это сделать. Тебе пришлось купить места, может быть, расширить офис, проинвестировать, понести риски. И ты шагал тогда в 100% неизвестность, скорее всего, в какую-то. Но через свой опыт, ты его где-то подкрутил и, ну, скорее всего, ты ощутил там какой-то фидбэк. Иногда действительно стоит срезать отдел продаж, потому что, ну, вот, может быть, он... Если он не продает, то логично. Да, да. Либо пересмотреть его. В целом, я считаю, что отдел продаж, хотя бы в маленьком проявлении, хотя бы там 2-3 человека, грубо говоря, он должен быть, потому что это рабочий инструмент. Открою тебе маленькую тайну. Мы порядка 7 лет работали вообще без отдела продаж. Что у нас такой был уникальный бизнес. Смотри, смотри, тут... Нам продажники не нужны. Мы думали, что они нам не нужны. Нужно оценивать, во-первых, специфику. Ошибались. Вот. Ну, бывает. Такое действительно бывает. Первое. Нужно оценивать специфику рынка. Ну, есть же такие, например, продукты, которые не нужны для продажа. Алиэкспресс. Ну, зачем там отдел продаж? Там есть, в принципе, может быть, но настолько уже популярный, что вряд ли там прямо отдел продаж есть, который звонит, говорит, разместите ваш товар у нас. Да, там. Даже не толку у центра. То есть полностью платформа, она оцифрованная. Вот. Поэтому отдел продаж нужен там, там, где есть плюс-минус сервис какой-то. Вот плюс-минус, если он там присутствует, там есть необходимость в построении отдела продаж. Спасибо, Паша, тебя большое за интервью. Спасибо. Было интересно, полезно. Друзья, думайте наперед, формируйте свои команды, оптимизируйтесь, верьте в светлое будущее, ивенты вернутся. Когда-нибудь. Когда-нибудь они точно вернутся. Я в это верю, я это знаю. Поэтому не унывайте, будьте на связи, подписывайтесь на наш канал, следите за новыми выпусками. Мы дальше будем вас радовать и вдохновлять. Полетели!